Она меня ждала сегодня. Артём Шевков аккуратно и не спеша подвёл к сачку пойманную рыбу. Он не стал подсекать. Леска на удочке слишком тонкая и может оборваться, а в соревнованиях нельзя рисковать. Здесь каждый грамм на счету. Сейчас на данный момент у меня в улове подлещик. Но чтобы ловить подлещика, надо знать определённые фишки, которые мне подсказал, как сказать, мой тренер, четырёхкратный чемпион мира Стамислав Посланчик. В свои 18 лет Артём уже стал профессионалом в рыболовном спорте. Но каждое соревнование – это проверка рыбака на мастерство, и юноша не упускает возможности протестировать свои наработки на практике. С начала состязаний прошло полтора часа, а в садке у Артёма уже обаракнулась пойманная рыба весом примерно с килограмм. Главное – правильно подобрать оснастку. Конечно, многое зависит от сектора и от самого умения рыболова. От удачи очень много чего зависит. То есть 50% удачи, 50% – это уже своей работы, своего труда. Начинать трудиться над будущим уловом нужно ещё дома, на стадии подготовки к соревнованиям. И главное – это позаботиться об оснастке, то есть снаряжении. В рыбалке важна каждая мелочь. Длина удочки, леска основная, поплавочек, зависит тоже, ветер есть, ветра нет, поплавок тоже надо ставить разный. Грузила, чтобы их было побольше, чтобы рыбка, когда крючок хватает, она же поднимает его, и она чувствовала сначала лёгкий грузик, а не вот, чтобы там оливка здоровая висела. Артём считает, что соревнования были бы намного интереснее и зрелищнее, если бы было больше участников. В Сарове много любителей рыбной ловли, и они могли бы побороться за победу в конкурсе. В этом году участвует только пять команд. Очень, конечно, жалко, что много людей, кто ездит на рыбалку, ловит на поплавочную удочку, не принимает участия в соревнованиях. Хотя можно было бы попробовать свои силы, и, возможно, бы эти люди даже втянулись в этот спорт, потому что это очень увлекательно. Его напарник по команде Максим Ведищев тоже опытный рыбак, но в этот день ему везло меньше. У противоположного берега рыба клевала плохо. Участники соревнований сосредоточенно смотрели на поплавки и то и дело меняли наживку. Но подводные жители капризничали и неохотно шли на запах приманки. Ну, клёв чего-то нет. На нашем берегу, вот именно здесь, где мы сидим, пока без клёва. Ждём, может подойдёт, может не подойдёт. Надеемся, что поймаем. Все, конечно, сейчас огорчённые сидят потихоньку, но всё равно. Солнце, погода хорошая. Всем, как бы, все рады, что пришли на соревнования. Максим Ведищев в фестивале поплавок на озере Боровом участвует не в первый раз. Обычно рыба идёт хорошо, но в этот раз никакие хитрости не помогали. Но участники не отчаивались и с юмором воспринимали происходящее. Раз на раз не приходится, нет. Потому что соревнования, бывает, проходят в июне, в июле. Здесь даже клюют лучше, чем там, на том берегу. Ну, в этот раз вот почему-то здесь вот не клеят. Рыбаки не нервничали, а спокойно смотрели на гладь озера и неподвижные поплавки. Изредка перебрасывались словами и шутили. Здесь и верховка есть. Да, это даже может не выклить. Это верховка. Вот ей точно нужен 22-й номер ключа. Так. Рыболовный фестиваль поплавок Молодёжная комиссия при правкоме Института лазерно-физических исследований РКЦНЕВ проводит с 2015 года. Традиционно соревнования проходят на озере Боровом. Чтобы у каждой команды были равные условия на соревнованиях, правый и левый берег озера организаторы поделили на участки. У нас, соответственно, берег поделен на две зоны А и Б. Это зона А, дальняя зона – это Б. Здесь глубина поменьше, в зоне Б глубина побольше. Сейчас такая ситуация складывается, что на том берегу клюет получше и немножко покрупнее. В традиционном фестивале поплавок 2019 в этот раз приняли участие всего 10 рываков. Они разделились на команды и путем жеребьевки выбирали номер сектора. Команды у нас по два человека. Один идет в зону А, один в зону Б. Они заранее решают, кто идет в какую зону, а потом вытягивают просто номер сектора и рассаживаются. Старт соревнованиям организаторы дали в 10 часов утра. По правилам фестиваля ловить можно было только на одну удочку и одинарный крючок. Прикормку и наживку рыбаки выбирали сами. После 4 часов у нас объявляется команда финиш, все доставят удочки и проходят на взвешивание. Соответственно, потом у нас проходит процедура взвешивания, результат и награждение. Итоги соревнований подводились в личном и командном зачете. Здесь все просто. Чей лов весел больше, тот и победил. С уловом почти в 2 килограмма первое место в личном зачете занял Артем Шевков. Добыча Максима Ведищева весила чуть больше 200 граммов. В итоге команда Атомфиш взяла золото рыболовного фестиваля. Небольшая разминка на линии старта. Дарья Чумакова готовится к забегу на 60 метров. Правильная подготовка мышц к физической нагрузке – это половина успеха на дистанции. И хотя Даша не посещает спортивных секций, к сдаче норм ГТО она подготовилась. Самое главное – это посещать уроки физкультуры. И учитель физической подготовки, он тебе все постоянно объясняет. И все, чтобы ты сделал правильно и не получил никаких травм. Не все получилось, как задумала. Даша призналась, что сложнее всего было выполнять силовые упражнения. А вот бег на короткую дистанцию и прыжки в длину дались легко. Для первого раза она показала достойный результат. Я решила сдавать в этом году, потому что спорт – это здоровье мое, в первую очередь, и нормы жизни. Школьники выполняли пять упражнений. Бег на короткую дистанцию, прыжки в длину, упражнения на гибкость, отжимания и подтягивания на перекладине. Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО ученики 11-й школы сдавали в рамках «Школьного дня здоровья». Все дело в том, что ребята, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, они реже болеют, а значит, реже пропускают уроки в школе. А если они реже пропускают уроки в школе, значит, они лучше учатся. Два года назад 11-я школа стала участником проекта «ГТО. Путь к успеху». Педагоги проводили разъяснительную работу с учениками, нацеливая их на занятия физкультурой и спортом. Результатом таких усилий стал большой спортивный праздник, на котором ребята смогли проверить свой уровень физподготовки. Проект «ГТО. Путь к успеху» был задуман с целью укрепления здоровья учащихся и массового вовлечения ребят в занятия физической культурой и спортом. Для удобства ребят разделили на две группы. Сначала на стадион пришли ученики среднего звена, а потом старшеклассники. Всего в рамках Дня здоровья более 300 учеников сдали нормой физкультурно-спортивного комплекса «ГТОВК ТРУДОЙ ОБОРОНИ». Практически всю жизнь Олег Матросов занимается туризмом. Мужчина ходил в пешие походы, сплавлялся по рекам на байдарках, а затем открыл для себя велотуризм. В этом году он проехал около 15 тысяч километров. Был во Владимире, Муроме, Суздале, Мухтолове, посетил Санаксарский монастырь. Часто Олег выезжает в небольшие путешествия вокруг Сарова. Велотуризм дает ему новые впечатления и ощущения. Каждый день ты просыпаешься в новом месте. Это какие-то красивые рассветы, закаты, природа. Ну, замечательный отдых. Другие виды туризма трудно реализовать. Нужно собрать группу, купить снаряжение, найти транспорт, который довезет до точки сбора. Велотурист же легок на подъем, ему не нужно ничего, кроме желания. Он сам решает, какое расстояние ему проезжать за день. Например, для Олега оптимально проделывать 100 километров. Когда я проехал первые свои несколько дней, я понял, что 100 километров – это расстояние, которое позволяет себе отдохнуть, расслабиться. Если ты едешь по городам, погулять по городу, если едешь на природу, то остается время искупаться, позагорать. Передвигаться по городу Олег также предпочитает на велосипеде. Даже зимой ездит на нем на работу, по магазинам или просто на прогулку. Но отмечает, что несмотря на увеличение количества велосипедистов, инфраструктура для них в Сарове и его окрестностях не развита. Велодорожек у нас, к сожалению, нет. Трассы, конечно, у нас тоже не очень. То есть вот когда я ездил в Владимир, особенно в Суздаль, там прекрасная обочина, вот там в полметра ты едешь, там тоже чувствуешь себя париным, хозяином, очень никто тебя не мешает, и ты никому не мешаешь. А здесь у нас вот все очень тесненько, скромненько, дорожки не очень. Тем, кто хочет разнообразия в своей жизни и испытывает тягу к путешествиям, Олег советует попробовать велотуризм. Достаточно взять велосипед, положить в рюкзак все необходимое и отправиться в путь. Это просто нечто творилось, у меня сердце колотилось, как просто у загнанной синички. Я не знал, у меня давно просто такого не было. Не скрывая восторгов, Борис Шуваев делится впечатлениями о Кубке Нижегородской области по рыбной ловле. На этих соревнованиях молодой человек стал серебряным призером. Соревнования были очень тяжелыми, очень. Потому что у нас в Нижнем, у нас Нижний Новгород, вообще одна из самых сильных, в принципе, по фидеристам. У нас такие выдающиеся спортсмены по фидеру, как Олег Жаров, Романов, Алексей. Это просто гуру, можно сказать, фидера, так как они ловят. Они всегда были для меня примером. У меня была цель номер один, просто кого-нибудь одного из них обловить. В соревнованиях приняло участие 27 спортсменов. Турнир проходил в три этапа. В первом Борис смог обойти соперника и стал первым в своей группе, получив один балл. Во втором спортсмен набрал еще 7 баллов. А вот в третьем Фортуна улыбнулась конкуренту. Из заветного первого места молодой человек сдвинулся на второе. Для меня это серебро было дороже золота, просто дороже золота, потому что выступать наравне с такими спортсменами, которые представляют вообще всю нашу область, и взять среди них второе место, это для меня очень, очень прям эйфория, прям до сих пор прет. Как будто прям вот только что мне вручили эту медаль. Водоем, где рыбачили участники, преподнес сюрпризы. По словам Бориса Шуваева, дно озера было неравномерным, видимость плохая изоила, а удочка постоянно путалась в зарослях. Но тем интереснее получился турнир. В ближайшее время в планах у спортсмена выполнить разряд кандидатов в мастера спорта, выступить на всероссийских соревнованиях и на мировом турнире по рыбной ловле. Продолжение следует...